Если вы не очень следили, то есть такое дело нового величия, ну, знаете, наверное, когда просто каких-то несчастных подростков и молодых людей буквально провокатор ФСБ заманил через соцсети, там где-то их объединял, рассказывал им, что там классно, давайте, а поехали куда-то там на полигон, будем тренироваться кидать бутылки с зажигательной смесью. О, классно, ну, господи, по 18 лет, какая-то интересная жизнь, девочкам интересно тусоваться в этой группе с мальчиками, мальчикам интересно с девочками, а тут еще коктейль Молотова, нифига себе романтика и прикольно. А выяснил, что это все организовал провокатор от спецслужб, он их сейчас всех посадил, да, и там есть две девушки, одной 18 лет, другой 19 лет, и этот марш матерей, это мероприятие, которое организовали несколько человек, женщины, они заявили принципиально, что мы пойдем туда, и нам не нужны ни разрешения, ни согласования. Мало того, вот вы видите сейчас пост Варвары Горностаевой, которая один из организаторов вот этой акции, что мы вообще не подаем никаких заявок. Этот марш, этот марш как бы о базовом праве и базовом достоинстве, мы пойдем и мы потребуем. Был проливной дождь, там около тысячи человек собралось, ну, не так много может быть, но дело же не в этом. Грандиозный успех заключается в том, что возникает ситуация, когда люди, в принципе, изначально говорят, да нам до фонаря ваше согласование, мы все равно пойдем. И вот в такие моменты власть всегда чувствует и власть всегда боится. Когда люди, ну вот прямо, они чувствуют внутри себя что-то такое важное, что им вообще уже, ну окей, ну задержат меня, ну поставят на 15 суток, да сажайте. И вот они своими усиками и ложноножками где-то там в Кремле, они это всегда чувствуют и еще раз они этого боятся. Это очень важно. И я считаю, что наше отношение к акции против повышения пенсионного возраста должно быть точно такое же. То есть мы, безусловно, сделаем все по закону, мы подадим заявки, но мы даже в никаких переговоров вступать не будем, потому что либо нам по Конституции дают согласование, ну не согласование, нет, они просто должны ответить нам окей, потому что по закону так устроено. Либо мы все равно пойдем. И, ну, лично у меня отношение такое, хорошо, хотите меня задержать и посадить там на 30 суток за то, что я выступал против повышения пенсионного возраста? В интересах миллионов пенсионеров и в интересах десятков миллионов будущих пенсионеров? Ну сажайте. Давайте. Это, ну даже так рационально говоря, с точки зрения политики, ну хорошо, я хотел бы, чтобы было так. Вот вся эта продажная тусовка депутатская и чиновничья, они за повышение пенсионного возраста, а мы на улице, и пусть там нас разгоняют, против повышения пенсионного возраста. Ну посмотрим, кому сочувствует население. Вот с маршем матерей это было именно так. Они сказали, ну хотите разогнать нас? Хотите разогнать марш матерей, женщины, которые вышли против того, что вы держите 18-летнюю девочку, там какую-то несчастную, в СИЗО, которая вся больная и плачет, и там она в буквальном на судах на этих плакала и говорила, я хочу к маме. Ну давайте разгоняйте. Вот именно такое отношение должно быть и никакого другого. Тут нужно четко понимать и четко давать себе отчет. По любому опросу 95% граждан России абсолютно на нашей стороне. И окей, мы хотим, никто не хочет никаких задержаний, никто не хочет никаких разгонов, но нас это не испугает. Пусть там все эти мэрии и прокуроры выпускают сколько угодно свои, там как они называют это, предостережения. Меня постоянно накануне ловят какие-то там полицейские около подъезда и зачитывают на бумажке. Значит, один стоит охламон с камерой вот так вот, а другой охламон мне читает. Вот прокурор такого-то округа предостерегает гражданина Навального, а действительно, да ну мне все равно. Против чего вы меня предостерегаете? Я что, не имею права выступить против того, чтобы вы мою пенсию воруете будущую? Или пенсию моего соседа воруете? Нет, я выступлю и всех призначит 9 числа. В описании к этому видео есть ссылка на фейсбучные группы, на вконтактные группы. Присоединяйтесь к группе своего города и участвуйте. Путин отступает уже. Нужно давить его дальше, иначе нас снова обманут.